Привет! Ты на канале с Аленой, ты на канале с клиническим психологом, и сегодня мы с тобой говорим на одну из самых непростых тем. Как понять, что с тобой рядом мужчина-психопат? Вот как это понять? Разве можно это как-то увидеть? Как-то он выглядит, как-то он пахнет? Давай мы разберем с тобой ключевые моменты, на которые ты будешь обращать внимание, если ты начинаешь знакомиться, или ты уже находишься в семье, и у тебя происходят такие казусы. Во-первых, для того, чтобы понять, что ты в отношениях с психопатом, тебе важно заметить, как он реагирует на простые вещи. Когда ты не делаешь то, что ты вообще могла бы сделать, вовремя не подала завтрак, обещала прийти в какой-то момент, но опоздала. Когда ты чувствуешь себя вроде бы хорошо, но иногда можешь съязвить и сдержить. То есть реакция на нормальные твои эмоции. Когда ты в тревоге, когда ты в агрессии, как он реагирует. Если у него есть конкретные моменты, которые он задействует, то есть он орет, он бьет тебя, не дай бог. Если он бьет и что-то еще там делаешь, я не знаю. Если он скандалит с тобой часто из-за финансов, из-за денег. Если он вообще, в принципе, требует секса, когда ты объясняешь, 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 объясняешь о том, что ты не готова. Если у него секс случается с тобой, когда он только в напряжении, что-то там у него в жизни происходит, на работе там или где-то там с друзьями, неважно. Если ты понимаешь, что ты не можешь доверить ни быту, ни семью, вообще ничего этому человеку. Почему? Потому что этот человек абсолютно имеет такие моменты, которые просто жуткие. Сегодня он может стать бодрым и целовать тебя, а вечером он может чуть ли не убивать тебя, а потом он захочет тебя наклонить и выполнить супружеский долг. Вот если это, вот эти страшные вещи происходят, как децибел в течение дня у него, и, соответственно, ты даже не понимаешь, как тебе подстраиваться, то это уже говорит о каких-то болезненных, сильных болезненных проявлениях. Следующий момент, который максимально влияет на то, что происходит или могло бы происходить в твоей жизни. Если с тобой рядом человек, которому ты не можешь доверить семейный бюджет, который абсолютно не умеет обращаться с деньгами или их вытягивает из себя, вытаскивает всеми способами. Когда у него нет настроения, он может орать, обзывать и иногда даже ругаться матом. Если это все есть, и ты не понимаешь, сегодня он вроде тебя любит и признается тебе в любви, а завтра он тебя чуть ли не сковородкой твоей же огревает. Соответственно, это прям явные признаки психопатологии. А часто так бывает, что еще и эти люди пытаются угомонить себя какими-то алкогольными напитками, какими-то веществами, которые приводят еще к большему дисбалансу их нервной системы. Есть люди, которые склонны к неврозам, к психозам, к шизоидным таким расстройствам. Это не значит, что они больны в данный момент, но когда есть обстоятельства, у них может накипать и они могут себя плохо контролировать. Вот человек, который знает о себе такое, он пойдет в зал, он пойдет плавать, он пойдет в сауну выпариваться, он пойдет... Это адекватный, адаптивный способ, но если этот человек не умеет пользоваться своими чувствами, эмоциями правильно, он пойдет бить, пойдет орать, пойдет с тобой конфликтовать и, собственно говоря, над тобой издеваться. Если вот эта вся история, ерунда постоянно с тобой происходит, то это боль, это боль, которую нужно решать. Если с тобой рядом психопат, что нужно делать? Всегда идти к психотерапевту, всегда, если ты хочешь или сохранить отношения, или выйти из них так, чтобы не остаться психотравмированной. Потому что бывают девушки, женщины выходят из брака, да, они сами разрушают этот брак и, ну, как бы иногда это и правильно делают, но они не могут потом, знаешь, что сделать? Они не могут себя восстановить, они не могут потом создать нормальные отношения, потому что там было то, что называется разрушение, и она до конца этого не пережила. Еще один момент, если с тобой действительно психопат, как это заметить? Во-первых, у него есть явные признаки психопатологии, он определенным способом взаимодействует с людьми, он уклоняется, бывает, от ответственности, он может то орать, то целовать. У него это все меняется вообще в течение дня 150 раз. Он, и да, на него нельзя положиться в каких-то серьезных делах. Почему? Потому что ты знаешь, что он может или увильнуть, или не просто сказать, что я не буду это делать, мне некомфортно, я просто, я просто все бросил. Я просто взял все и бросил. Вот так делает психопат. И еще делает виноватый тебя. Постоянно. Запомни, он постоянно делает тебя виноватой во всем. Что ты трусы там не те ему дала, что булка твоя выпеченная, невкусная, что я планировал сегодня пить пиво с друзьями, а ты вообще там сделала так, что я... В общем, он эмоционально нестабильный. И эта нестабильность проявляется во всем. И даже бывает в его работе. Кстати, бывают богатые психопаты, но они часто скрываются или скрывают настоящую свою натуру от тех, с кем они взаимодействуют, с кем они зарабатывают деньги. А дома они проявляются очень-очень болезненно и могут даже заниматься физическим и эмоциональным насилием. То есть ты настолько бывает изнасилована в своем доме, что тебе вообще сложно чувствовать себя отдохнувшей. Такое тоже бывает. Представь, что какое-то долгое время ты чувствовала себя изнасилованной в своем доме. Нормально? Ну нет, аномально, больно, страшно, тревожно. Боль роста – это сложная история. Надеюсь, видео было тебе полезным. Пиши комментарии, приходи в консультации. И в следующем видео я сниму конкретные моменты, которые показывают, что да, он псих. Он псих, он псих. Беги, Форест, беги, как я говорю. Шучу, конечно, но во многих случаях именно только такая тактика действует. Почему? Потому что жизнь с психопатом, знаешь, что делает? Она создает в тебе психотравму и приводит к твоей деградации, к твоей эмоциональной деградации и потом чисто физической. Ну, потому что тело без физики, ну, как бы, одно другому помогает. Если что-то одно нарушилось, то другое также отвечает. Ты на канале с Аленой. Надеюсь, было полезным. Пока-пока.